То перед тем, как я получил тему, то я прочитал Слово из Священного Описание, она стоит в Лозунге, я обещал Всевышнему, что я хочу с Вами прочитать этот слух и помолиться об Риме. 1 Тимофея, 1 глава 17. 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 Если вы так как-то обучение, то просто работает, то... Наверное, я пытаюсь, эту технику вставить. Это слишком громко. Я могу сделать это, если вам помогает. Но это... Так пусть же вечному царю, беспятному, невидимому и единому Будь чест, и слава, ва веги, аминь. Еще раз так пусть же вечному царю, бессмертному, невидимому и единому Богу, будет честь и слава, вовеки, аминь. 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 Гори, кWS. Именно Гори, к Санитри. Аминь. Я бы хотел бы с вами вместе с вами, в этом разуме, это ледство «Heilig, heilig» и «Алмэштег». Миссис Ваня Петя, ты письма, сверти, сверти. Можешь мне гитарь? Еще раз? Еще раз. Еще раз. Еще раз. Все, что мы делаем в этом помещении, в этот день, именно следует этому принципу, чтобы воздать честь и славу вечному Царю, бессмертному, невидимому, тем «Heilig'em, heilig'em, heilig'em, unsterb'em, unsichtb'em, God'a' zu geben. Аминь. Я эту тему уже раз хотел вам преподнести, или принести, или произвести в июле месяце, но там не получилось. И бывает такое, что приходит тема, и она уходит снова. Интересно, есть вещи, которые как будто назойливы, они постоянно напоминают себе о себе. Аминь. Аминь. Тема сегодняшней проповеди «Стойте в твердом вере». И проповедь основана на 9 стихах из Старого Завета, из книги Исаия. И там некоторые другие еще возьмут. Но сначала мы почитаем вот эти 9 стихов, которые основа положения сегодняшней проповеди. И я попрошу, чтобы на русском послушали не из стандартного перевода, а из перевода слово «жизнь». И это название «жизнь» из синодального перевода, а из перевода слова «жизнь». Когда Ахаз был царем Евгении, родцын царь сирийский и пеках сын Ромали, царя Израиля, пошли войной на Иерусалим, но не смогли его одолеть. Дом Давида вознестили. Сирия выступила в союз с Израилем. В сердцах у Ахазы у его народа запрепитали, как деревья в лесу припечет от ветра. Вечно сказал Исаии, выйди на встречу Ахазу к концу водопровода верхнего пруда на дорогу к Суканавальному полю. Скажи ему, будь осторожен, будь спокоен, не бойся, не падай духом из-за двух треющих головней, из-за дистовства гнева от сына Сирии и из-за пекаха сына Ромали. Сирия, Израил и Петах занышляют против тебя зло, говоря, пойдем в Иерусалим и запугаем ее, завоюем ее и поставим в ней царем сына Таваила. Но так говорит Владыка Вечный, это не сбудется, этого не случится. Ведь столица Сирии всего лишь простой город Дамаск, а глава Дамаска всего лишь простой человек Рыцин. Через 65 лет Исраил будет рассеян и перестанет быть народом. Столица Израиля всего лишь простой город Самария, а глава Дамаска всего лишь простой человек Рыцин. И если не Бог не будете твердо стоять в своей вере, не устоите вовсе. Аминь. Сейчас nochmal den Text, vielleicht, einblenden, und nochmal in Deutsch. Hat jemand gefreut, in Deutsch auch zu lesen? Und es geschah in den Tagen des Ahas, des Sohnes Jothams, des Sohnes Josias, des Königs von Judah, dazu Gretzien, der König von Aram und Pekah, der Sohn des Vermalja, der König von Israel, nach Jerusalem hinauf zum Kampf gegen es, aber er konnte nicht gegen es kämpfen. Als nun dem Haus David gemeldet wurde, Aram hat sich auf dem Gebiet von Ephraim niedergelassen, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Der Herr aber sprach zu Jesaja, geh doch hinaus, Ahas, entgegen, du und dein Sohn Shear-Jashub an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße des Walkerfeldes. Und sage ihm, hüte dich und halte dich ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen beiden Stummeln, diesen qualmenden Holzstücken, nämlich vor der Zornglut Rezins und Arams und des Sohnes Remaljas. Weil Aram Böses gegen dich beschlossen hat, ebenso wie Ephraim und der Sohn des Remalja, an dem sie sagen, lasst uns gegen Huda hinaufziehen und den Grauen einjagen und es für uns erobern und dort den Sohn des Tabeal zum König machen. So spricht der Herr, Herr, es wird nicht zustande kommen und nicht geschehen. Denn das Haupt von Aram ist Damaskus und das Haupt von Damaskus ist Rezin. Und nach 65 Jahren, dann ist Ephraim zu schlagen, dann ist es kein Volk mehr. Und das Haupt von Ephraim ist Samaria und das Haupt von Samaria ist der Sohn des Remalja. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Es ist ein sehr wichtiger Ausflug. Ich sage euch, dass das Ausflug in unserem Zeitpunkt heute hier ist. Also dieser Ausflug ist in unserer Zeit ganz aktuell. Es gibt ein Zeitpunkt, dass politische Situationen in Deutschland sind. Es gibt gefährliche Dinge, die wir schon gehört haben, auch in Deutschland. Und wir wissen nicht, wie das alles zu Ende geht. Aber in dieser Zeit sind wir, wenn Gott sich die Geschichte einmächtert in die Geschichte, dass er sein Volk rät. Und ich will einfach mal Herz von Herz durchgehen. Also als Fakt nochmal, wir beginnen beim ersten Vers. Der Jude befindet sich in einer gefährlichen Situation. Die zehn Stämme von Israel haben sich versammelt gegen die zwei Stämme von Judah und Benjamin. Und wenn man sich mal andere Bibelstellen anschaut, dann erkennt man, dass dieser Syrische König sehr brutal war. Also sein Name ist Rezin oder man könnte auch sagen Quelle. Er ist eine Quelle der Großartigkeit. Und eine große Angst zu diesem Zeitpunkt für ihn. Aber das, was mit dem Ahaz erzählt hat, ist eine Vorgeschichte. Wir wissen, dass wir, wenn wir über Gottes Volk sprechen, dann müssen wir sagen, dass das Volk nicht immer und nicht alle Zeit in der Situation vor Gott war, wie er sich das vorstellt. Und genau so traf das auf den König Ahaz zu. Also er war schon mit 16, der Hauptentschreiber in Jerusalem. Und in 20 Jahren war er in 20 Jahren als König eingesetzt. Und wenn er in 20 Jahren war, dann er als König eingesetzt. Und wer möchte, kann man das über dieses Vortekönig noch mal genau nachlesen. Und da kann man lesen, dass er kein Gotteswürstiges Leben geführt hat. Also dann steht, dass er so den Tempel und alles einfach nicht berührt hat in diesem Sinne, sondern alles lief eigentlich zu seinem Geheim. Und in der Bibliothek sagt, dass er auch so den Tempel und den Tempel gebetet hat. Und der Bibliothek sagt, dass er seine Söhne gebetet hat oder ihn durch Feuer geschenkt hat. Das war so ein Beispiel, was die Völkern, die Israel es gegeben haben, dass er das gemacht hat. Das war so ein Beispiel, was die Völkern, die Israelin Leben haben, то, что было принято в народах вокруг, то есть народы, которые Бог прежде изгнал с территории Израиля, вместе с их пониманием Божества, то сначала Израиль возвращал эти элементы на свою территорию, и здесь мы читаем, что теперь и Иудея тоже самое производила на своей территории. В этой ситуации находится народ. Из этой же главной книги царства мы читаем, что все-таки Ахаз обратился к царю Ассирии, не Сирии, а Ассирии, два государства. И тогда мы читаем, что Ахаз обратился к царю Ассирии. Это был царь Феглафеласад. Это был царь Феглафеласад. И он называется Тиглад Пилиезер. Это был царь Феглафеласад. Но хорошо. Что он обратился к нему за помощь? Это было первое. Второе, что он дал и понес ему драгоценные подарки. Но интересно, что в Библии написано, что он не взял со своей казны царской казны, а не из царской казны, а не из königского шанса. Но он взял это из тех вещей, которые в храме хранились как ценность. Он взял это из тех вещей, которые в храме хранились как ценность. Тоже удивительно. И в эту ситуацию... Теперь важно возвращаемся во второй стих. Мы читаем, царь боится. Можно просто сказать, ну это нормально, там такое войско, намного сильнее, чем он стоит против него. Но по Библии не войско проблемы. Его проблема была недоверие к Богу. Мы видим это по тексту, когда мы читаем. Потому что страх не является подарком Всевышнего. Это не его средство, через которое он работает. И поэтому будьте осторожны допускать в ваше сердце страх. Страх – это духовное проявление моего неверия. И смотрите, что происходит. Царь испугался. И когда мы видим его предысторию, мы понимаем, почему он испугался. И когда мы видим его предысторию, он не спрашивал Бога, он искал свои ответы у других богов. И так как царь испугался, и народ испугался, то есть, что происходит. Жестокая ответственность лидеров во всех уровнях общества. Это очень страшная фаза, которая в каждом области получит пастор поражение – поражаются общества. Пораженный царь производит пораженное общество. И это во всех вопросах. Неверие пастора будет производиться в вас. То есть, все, что я делаю, имеет влияние на общину. Иногда мне страшно, в смысле, и архуй перед Всевышним. Потому что кто может устоять такую ответственность как человек? Потому что я человек все же. Потому что я человек, но именно здесь и на этой платформе происходит эта история. Но именно на этой платформе происходит эта история. И тут в третьем стихе Яхве видит ситуацию и вступает за свой народ. Он обещал верность своему народу. И он как будто не видит всю предысторию Ахаза. Это милость Всевышнего. Он мог бы сказать – Ахаз, ты согрешил, ну тебя! Ты сейчас был другим богам, обращайся от них снова! Ну и так поступает сегодняшний стихе Яхве. И Бог, призывая Исаию, дает ему конкретное указание, где он встретится, и где он должен его встретить. И этим утверждением повторяем еще раз Исаия, то что ты сейчас слышишь, ты проверь меня, ты там встретишь Царя. Исаия приходит, находит там Царя. Интересно снова, какой всемогущий милостив? Он не говорит, ну что Ахаз, дарипался! Дарипался, ну, он не играл! Он сказал, что ему играть! Но он говорит по-другому! И такая ситуация настолько серьезно, он дает ему короткую раскладку действий. Исаия, скажи Ахазу! Будь осторожен! Не спеши в твоих реакциях! Или в твоих решениях! Будь осторожен! Второе! Будь осторожен! Потому что в состоянии страха правильное решение вынести трудно! И этот покой хочет Всевышний ему дать, он говорит, будь в покое! История, будь в покое! История, не бойся! Я хотел бы это сказать по отношению к тому, что происходит в нашей стране сегодня. И то, что есть планы, держав и структуры этого мира по отношению к тому, что происходит, я знаю. Но эти слова звучат в нашей ситуации сегодня и здесь. Будь осторожен. Будь спокойным. Не допускай страха. Не падай духом. Что бы ни происходило, я твой Бог. И если ты доверишь мне, я выведу тебя из любой ситуации. Что бы ни происходило вокруг тебя. Тысячи будут падать направо и налево. Но ты устоишь, если ты доверишься в Ним. Это информация от Хазу. Это информация в наше время сегодня. И что он делает для дальнейших стихах 4 до 9. Кто такой Рецид? Он говорит, кто такой Рецид? Или кто такой Пекар? Кто они такие? Просто люди. Да, они имеют власть. Ну я допустил эту власть. И в твоей силе эту власть забрать на 6 секунд у них. Когда они сделают свое дело, какого я допустил. Когда они сделают свое дело, какого я допустил. Никогда не фокусируйтесь больше на проблем. Какая бы проблема ни была в вашей жизни. Ваш фокус, вашего взгляда, ваших мыслей. Ваш фокус, ваши Gedanken должны быть всегда на первое место на Бога. Опасности были и будут. Но ты вообще не призывает нас, чтобы мы поверили ему. Больше, чем обстоятельства. Итак, он когда перечислил 4, почти 5 стихов, он перечисляет, в чем ты видишь опасность. И интересно, что в 8 стихе он говорит вдруг как будто вставка такая, пророчество. Он говорит, смотри, Ахаз, поверишь мне, будешь свидетелем, не поверишь, все равно будешь свидетелем, потому что у меня утвержденно. Через 65 лет Израиль будет рассеян и перестанет быть народом. Как бы ни решился Ахаз, он увидит, что Бог был прав, он пророчествует в будущность и знает, что будет. И так же утвержденно, как он говорит об истории, он говорит к нему, если будете твердо стоять в своей вере, если не будете стоять твердо в своей вере, не устоите вообще. Еще раз, не просто если будете в ваших мыслях допускать, что я могу помочь вам. Но твердое убеждение, потому что тот, который тверд в своем убеждении, его будет слушать. И его информация будет убедительнее, чем тот, который не уверен. Твердая вера в то, что Бог помощь. Твердая вера в то, что по нашим молитвам Бог разрулит в любую ситуацию. И он не говорит, если не будет веры, тогда не устоите. Библия по-разному представляет веру. Есть просто вера. Есть твердая вера. Есть совершенная вера. Твердая вера может еще где-то как бы велькнуть в момент сомнения. И в этом контексте допускается, что да, ты можешь где-то усомниться. Но прими решение держаться верой за то, что я тебе говорю. Несколько слов, что такое вера. Многие из вас помнят еще стихи из Гристиана 2 главы, 8 и 9 стих. Там стоит, потому что вы спасены по благодати через веру. И это не ваша заслуга, а это дар Всевышнего. Ни дела, ни за дела, чтобы никто не хвалился тем, что он, как бы якобы, заслужил спасение. Аминь. Знаете, развитие веры это материализация. Аминь. Продолжение следует... Сначала Бог дает мысль и убеждение, откровение. Это его сторона. Теперь наша очередь отреагирует на то, что сказал Всевышний. И когда я что-то услышал Всевышнего... Моя задание – про вас гласить это. Знаю ли я, как это будет выглядеть, или насколько я лично, как Петер, уверен в этом? Это второй вопрос. Я могу в себе думать, «О Боже, дай Боже, чтобы это было очень лучше». Но вере ему больше, чем моему недовернию, я встаю сюда и говорю, «Бог сказал, да будет так! Аминь!» Интересно тоже, что когда Бог дает веру или семя веры в нас, то ожидает, чтобы мы его произвращали и давали произрастать. Возьмите, чтобы она выросла и давала. Это его принцип, его желание. Потому что, кто не развивает веру, остается вечным младенцем. «А вы знаете, что младенцам во времена суровые трудно были жить или выжить?» То есть вероятность принять правильное решение в правильном моменте для младенца к нулю. Поэтому время благодати – это наш шанс! для того, чтобы взрастить эту веру, и когда придет его время, чтобы мы были готовы встретиться с любой трудностью на нашем пути. чтобы мы готовы, для всех будет сложных с трудностью мы все вместе с нанесем. Если мы думаем, то как общение, то мы думаем как общение. Я честно скажу, у меня нет такой уверенности, что все на уровне готовности пройти любую трудность в этой жизни. Это не делает меня счастливым. С другой стороны, я понимаю, что я могу предложить путь, но я не могу взять за руку и со всеми пройти этот путь отдельно. Хочу вам сказать, что принести достойный плод Господу мы можем только, когда наша вера возрастет. Я заметил еще другое интересное в жизни. Чем глубже наши падения, из которых спас нас Господь, тем сильнее вера человека. Когда я встречаюсь с людьми, которые имеют сильную веру, они почти все имели период своей жизни, в котором они проходили долиной смертной темы, и те, которые прошли это, они имеют более сильные корни, они верят, когда другие не верят, и не настолько избавлены. Может быть, нам просить этих проблем в нашей жизни? Иногда я уже чуть, конечно, смешно это случаю, но так думаю. Потому что они воспитывают в этот раз эту веру. Но Библия именно поэтому говорит, благодарите, когда приходят испытания в вашу жизнь. Любая трудность в твоей жизни, это испытание. Но не смотрите на нее как опасность. Обидеть себя это надо, то, что это укрепляет наши корни, для того, чтобы завтра были сильнее. Мы часто реагируем, «О, Боже, больно!» И мы реагируем так, «О, Herr, у нас тут нет!» Как ты мог это допустить? Как ты мог это допустить? Как ты мог это допустить? Может быть, было бы правильно сказать, «Спасибо тебе, Господь!» Не понимаю, но знаешь, что укрепит мой Бог. «Да, я помню, это работает!» Итак, все люди получают одинаковую веру. Это не наша заслуга. Бог дает веру, и форма этой веры – вот такое семечко. Вот мы и стоим с этой верой. И у нас выбор. И можем сказать, о, как это прекрасно, я скушаю это семечко. Или я выдержу следующее время, пассажу, пока не придет плот 30, 60 и 100 крат. То есть веру получили все одинаково. Но один посадит и выдержит, а другой невоспитанный не думает на завтрашний день съест на месте. Вера – это такой чудесный подарок! Вера, евреям 11 глава 1 стих говорит о вере. Там стоит, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом – это теория. То есть весь… еще… еще не видимо этого всего. Но я принимаю решение быть уверен в этом. И мы постоянно это делаем. Когда в телевизоре нам говорят, завтра будет хорошая погода. И я принимаю решение, поверить или не поверить. Если я поверю, бывает, что я уже заранее в хорошем настроении. Если я не поверю, то уже в ожидании плохой погоды. Мое настроение меняется. Я уже вечером ставлю зонтик рядом в своей комнате. То есть выбирая, поверю я или не поверю. Я осею свою будущность. И так еще раз. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В этом стихе есть божественный взгляд. Мы понимаем, что сначала должен поверить, во что он может осуществиться. И все равно. Потому что Бог думает всегда со стороны цели. Поэтому он говорит, осуществление ожидаемого, ты этого хочешь? Ну а не поверить и depois знал. И, у меня нет поверен, и не поверите. Тогда должен вам поверить уверенность в невидимом. Сама вера – это подарок от Бога, мы уже говорили. Когда я развиваю веру, то я духовные вещи от Бога привожу в материальную реальность моей жизни. Если Бог говорит, будь счастлива, я побеспокоюсь за тебя. Если Бог говорит, будь счастлива, я побеспокоюсь за тебя. Ничего не было, завтра еще не война, я только что услышал, но я принимаю решение быть счастливым. И если я поверю в него, я смогу это. Если не поверю в него, то и следующая проблема, я так и сказал, ничего не получится. Вера осуществляет решение духовного мира в нашей жизни. Духовный мир – это как бы теоретическая основа. А в материальном мире мы видим плод этой основы в реальности. Но они принадлежат вместе. Если вера – это корневище, то практика – это ствол и ветки, и плод. Теория – это фундамент. Часто его не видно особо. А мы видим дом, который стоит на этой теории. Но фундамент без дома не имеет смысла. Но фундамент без дома не имеет смысла. Зачем? И так учит нас Писание. И так учит нас Писание. Якова, вторая голова в 17-й стихе – вера без дела мертва. Другими словами, если мы будем говорить «Я верю, я верю, я верю», если эта вера не будет выражаться в материальном мире – грош цена твоей веры. Если я говорю о том, что Бог контролирует мою жизнь, и его намерение собой только благеет, скажите, откуда тогда страхи? Откуда сильные переживания? Если у нас происходят все же страхи и переживания, значит, есть надуман веры. Когда я вам что-то верю, начинаю об этом говорить. Некоторые истории из моей жизни вам знакомы. Я помню, когда Бог послал меня в Эстонию открыть этот проект летнего лагеря. Когда в кармане пусто, за тобой никто не стоит, а ты говоришь о каких-то проектах Бога, когда многие верят, что меня просто высмеяли, но я знал, что Бог хотел этого. И она работает. Спустя некоторое время позже, Бог посылает меня в Кемблиц. Сколько людей были и говорили, что тебе работы там не хватает. Но я поверил Богу. И Бог делает чудеса. Год назад Бог сказал или показал мне картину батута. Сколько людей улыбались. А я стоял, как маленький мальчик и проангажал. Будет батут, будет батут, будет батут. Я сейчас просто говорю о принципах. Не важно, сколько у тебя в кармане. Не важно, чем ты владеешь. Но важно, в кого ты веришь. И если твоя верность и вышливость сильна, то весь мир море по колено. И поэтому я провозглашаю сегодня, что община Примирит Нешалом. Построить центр встреч для встреч и примирения среди евреев и христиан. Вы можете сейчас меня спросить, с чего ты это взял? Ну честно, могу выиграть свои карманы, нет, один евро есть. Да, сегодня нету. Может быть и завтра весь клет не будет. Но если я что-то услышал от Всевышнего, то я сегодня делаю следующий шаг. Первое, что я услышал, сегодня я провозглашаю. И я буду снова это делать. И снова это делать. Независимо, сколько людей смеются. Но хочу вас успокоить. Может быть это будет через сто лет. Меня уже не будет. Потому что это слово было не к Петеру Адольфу. Петер Адольф, ты построишь центр. Он сказал, община, примирение, шалом. Он сказал, что в Союзе может быть шалом. Петер может прийти еще десять. Может быть еще 10 Петер. Все равно я верю ему. И в Казах, может быть, когда пройдет время умирать. Может быть, когда будет время умереть. Если даст Бог, чтобы шевелился, мой род будет провозглашать. Община, примирение, шалом построит великим Центром. Я знаю, что ты посидим. Я не могу вам доказать, показать. Я знаю, что это подход к этому. И так же в вашей жизни. Я хотел на этом месте вас послать в группы. Но оставим это на другой раз. Тремя убегает. И так, что бы ни происходило политически вокруг вас. Что бы ни происходило в родстве вокруг вас. Что бы ни происходило в кругу твоих друзей. Что бы ни происходило у тебя дома. Верьте тому, который говорит о твоей будущем. Ахаз не послушал Бога. Он не послушал и пошел другим путем. Во-первых, он не послушал Бога, обидел его. Во-вторых, он приватизировал имущество Всевышнего в целях своей низменной человечности. Он подчинился по другому царя, называя им, что я тебе под власть. Он, когда был там у царя, он даже копировал его жертвенник. И поставил его вместо того жертвенника, которого утвердил Господь по своим планам. Сначала он просто не прикасался к храму, он был сам себе. Но, не веря Богу, открыл ворота к целому ряду невожественных греховных поведений. И этим поделивают целого народа. Он открыл ворота проклятия. И та же самая Ассирия, которую он благословил золотом и серебром. Потом увело 10 колен Израиля и Россия во всем мире. Поэтому, еще раз, неверие – ужасная гадюка. И кто подается неверию, не ожидайте счастья на завтрашний день. Бог призывает нас сегодня. Стойте твердо в своей вере. Это ваш выбор. Если у вас убеждение есть, которое обосновано во Всевышнем, не смотрите направо и налево. Когда вы будете стоять перед Богом, он не спросит, какие были обстоятельства. Он может спросить, на что ты поверил. Или кому ты верил больше? Людям, властям, структурам, обстоятельствам, или вне твоему Богу и твой ЦУ. Поэтому я призываю вас твердо стоять в вере. И определите хорошее или максимальное время для того, чтобы эта вера в вас была сильнее и сильнее каждый день. Время осталось немного. И то, в чем вы сегодня утвердитесь, будет вашей жизнью помощью завтра. Но кто сегодня не заложит фундамент, того строения завтра или через месяц, через год-два может не получить. Это не страшно, потому что еще мы во времени благодати. Бог открывает нам возможности. Бог на нее дает нам обеспечение. Бог дает нам Слово Своё. И наше дело из-за этого потенциала произвести то, что славит Его. Я буду говорить. Отец Небесный, я благодарю тебя за этот день. Я благодарю, что по милости Твоей ты каждому дал ту порцию веры, которая всем одинаковая. И я благодарю, что ты, для твоей огромной награды, я благодарю за эту веру, которая подарила от тебя. Спасибо, что ты получаешь нам шанс, когда мы были невеждами. И ты призываешь сам, чтобы имели твердую веру. Я прошу тебя за всех людей, которые сегодня здесь. Господь, дай в сердце каждого человека, чтобы была вот эта жажда утверждения веры. Нарисую картину глазами, что только в тебе помощь. Нарисую картину глазами, что только в тебе помощь. И у тебя твои планы с нами благие. Господи, я принимаю решение довериться тебе. На сто процентов. И желаю, чтобы мы все могли путем пойти в последовательность за тобой. Я люблю тебя, Ешим. Спасибо за твой путь. Спасибо за твое прошлое. Спасибо за настоящее. И спасибо за планы твоего будущего в мою жизнь. Благодарю тебя за твои планы в жизни этой общины. Я благодарю и благословляю тебя, благословляю общину примирения, шалом в твое имя. Слава тебе. Аминь.